В связи Виктор Ерофеев, писатель. Виктор Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. 2024 год наступил, и вот я столкнулся с таким явлением. Многие мои знакомые говорили о том, что ничего от этого Нового года уже не ждут. Ни плохого, ни хорошего, просто ничего. То есть, как вы считаете, это апатия, которая наступила? Я понимаю, что это не социология, очень нерепрезентативная выборка, но тем не менее все чаще слышу от людей, что просто ничего. Вот как вы считаете, как это можно объяснить? Ну, людей много, и, конечно, есть и другие мнения. Но что касается апатии, то это скорее связано с теми самыми событиями, которые начались еще в 1922 году, в основном связаны, наконец, с этой чудовищной войной. И она продолжается, и она продолжается, и конца ей не видно. И наступает уже такое бессилие и апатия, потому что это патовая ситуация. Я думаю, это во многом связано с этим. Но и потом в каждой стране, которая лежит рядом, есть своя добавка экономическая, социальная, политическая и так далее. У нас вообще страна превращается все больше в такое судопроизводство, похожее на Кавку, да, вообще вечно такой процесс уже. Это роман-процесс. Каждый раз, когда открываешь какие-то свободные СМИ, видишь, что в основном что делают в России? В основном судят и доносят друг на друга. Это, надо сказать, рождает какие-то мысли тяжелые. И отсюда апатия. Потому что, во-первых, до ночи появилось огромное количество, во-вторых, совершенно безжалостные сроки. И вообще уже все время сравнение идет с чем? С 37-м годом доехали. Ну, какая тут может быть другая? Поэтому какая-то другая ситуация? Конечно, в других странах там тоже есть свои проблемы и очень болезненные. И вообще никто не сравнивает проблемы. Когда ты живешь в одной стране, то у тебя другая страна заранее уже менее важна. И так далее, твои проблемы самые важные. Но, тем не менее, все-таки мы тут скорее становимся чемпионами этих проблем. Потому что входим в такую патовую ситуацию, в которой не видно конца туннеля. И когда нет конца туннеля, что значит? Это значит, что идешь в нем на тему. Вот вы упомянули процесс кавки. И вот это такая безрадостная, я хотел сказать, но бессмысленная бюрократия, которая там правила. Потому что никому, по большому счету, не было дела до этого парня, для его истории. Даже когда его казнили, когда его вот эти два человека вели на казнь и размозили ему голову, им было, по большому счету, все равно. Можно ли сказать, что сегодня вот эта бюрократия, она побеждает в России? Ну, конечно, та бюрократия у кавки и нынешней, это все-таки разные бюрократии. Но любопытно, я бы, наверное, начал совершенно с другого. Вот эта вечеринка полуголая, она показала, что люди на самом деле, в общем, не считают эту войну народной, не считают ее своей. А они, как бы, являются таким довольно важным срезом общества, которое вообще является, может быть, лидером или является примером жизни. И вот этот момент говорит о том, что, в принципе, механизм, который должен заработать был, он не заработал. То есть существуют только денежные какие-то темы для того, чтобы привлечь в армию. А страх – это вторая тема, связанная с бюрократией. Вот этот страх у кавки, кстати, он не проявлен, а вот здесь у нас он очень проявлен, связан с тем, что если ты не будешь делать, как судья, как прокурор, как следователь, то, что от тебя требуется, ты просто моментально вылетаешь. Причем, если в начале войны чем угодно терпеть молчание, то теперь должна быть преданность. Ну, а дальше в преданности уже начнется поиски тех преданных, которые не совсем преданы. Но на самом деле вот эта глухая бюрократия, она является тем самым моментом, который разлагает общество. То есть и доносы, и все прочее, и так далее, и так далее. Потому что она как бы в себя, как губка, все впитывает. И совершенно ей не обязательно быть чем-то особенно яркой. Она просто… Она исполнитель. А на исполнитель, если что не так, то, значит, кусок губки вылетает из губки. А так, в принципе… Причем, посмотрите, модель почти идеальная. Все работает. И все работает. Половина испуганных, половина купленных. Ну вот. А половина еще какая-то внутри этих половин еще и получает удовольствие от этой ситуации. Просто удовольствие получает, потому что в человеке есть и садизм, и культ власти, и культ сил, и так далее, и так далее. Почему нет? Это хорошая тренировка такая. Но вот взгляд все-таки сегодня в России, если опять же мы проводим аналогию с Кавкой, этот процесс понятен, потому что у Кавки герой не понимает, будучи вовлеченным в процесс, он сначала считает это какой-то игрой, каким-то абсурдом, и он достаточно долго вообще не понимает и не принимает. И в конце даже он, в общем, не понимает, за что его наказывают. Сегодня в России эти правила игры, они понятны или все-таки нет? Как вы считаете? Ну, они поначалу были совсем непонятны. И поэтому, в общем, люди как-то и не знали, как к этому относиться, потому что, с одной стороны, они считали, что они имеют право на протесты, что, кстати говоря, в общем, у Кавки тоже там возникают какие-то мысли, если не протесты, то, по крайней мере, согласие с теми, которые хотят убить. А потом все время это укрепляется, режим, суды и так далее, и так далее. И тогда человек просто понимает, что мы дошли до такого состояния, когда мы, в общем, признали, что мы винтики, а государство — это совершенно могучий колосс, и что смерть приобрела другую. И понимание, что вот за эти годы, вообще смерть, когда там умирает актёр, умирает там ещё какая-то знаменитость, мы перестали воспринимать это так, как его воспринимали до войны, что-то изменилось. Вот это отношение к смерти, оно не стало легковесным, оно не стало циничным, но что-то сломалось. То есть, значит, какие-то внутри нас ценности подломились. И это очень серьёзно, потому что их восстанавливать непросто. То есть, получается, что смерть перестала быть неким сакральным таким явлением? Потому что вот даже то, что сделал Валерий Соловей... Да, вот не то, что сакральным. Вот смерть обесценилась. И вот это того, что она обесценилась, она, может быть, и осталась сакральной, но в обесцененном виде. То есть смерть, попробуй, не сделай сакральной, она тебя сама, когда сделает, в общем, просто... просто былинка какой-то. Но, с другой стороны, вот эти переживания по поводу людей, которые уходят, эти переживания по поводу людей, которые или рано умерли, или умерли, действительно, ещё не успев что-то сделать, окончательно всё, они раньше, до войны, были наполнены полным смыслом. А сейчас это как-то так вот по ветру. Я вот смотрю, там действительно за последнее время вот это поколение шестьдесятников, оно просто всё выметается в сторону вечности. Я смотрю, что, ну как бы, вот сначала это объявление, и тебе вот, ну там Юсильянин, например, прекрасный, великий режиссёр, сначала это такое... А потом это как-то так сползает, не потому что ты меньше его ценишь и любишь, а просто потому что тебе эти события вот гложат, вот как будто ты сидишь на муравейнике, и на муравейнике просто по-другому относишься к тому, что происходит не с тобой, а вокруг тебя. То есть это девальвация, я правильно понимаю, девальвация смерти? Просто слишком многого. Да, отчасти, отчасти девальвация. Вы правы, вы правильно, всё правильно понимаете. Но это, вот это отношение к смерти, оно гораздо более важнее даже, чем отношение к тем, к состояниям, социальным, политическим и другим, которые мы тут наблюдаем. Потому что там есть блок защиты, там есть блок предательства какой-то, тоже у человека развитый, или конформируем и так далее, и так далее. А здесь просто натура человеческая просто не может реагировать на это полноценно, потому что её, какой-то кусок её кто-то утащил, и кто-то грызёт этот кусок в углу, а это вот называется вот та ненормальность, которую мы переживаем сейчас, ненормальных ситуаций. То, что делал Валерий Соловей, объявив, что Путин умер, что он находится в холодильнике, и что его больше нет, а Кремлём правит двойник, учитывая резонанс, учитывая, сколько было поисковых запросов в Гугле, в Яндексе и так далее, что эта тема эхом до сих пор идёт, и много людей до сих пор верят в то, что Путина больше нет. Это, получается, тоже некая игра со смертью и с вождём. Вот как вы считаете? Ну, я не думаю так. Я думаю, что это просто такое резонансное заявление, которое, на самом деле, строится на том, чтобы мы его обсуждали больше, чем обсуждали покойника. Дело в том, что просто по логике вещей тот человек, который правит Россией, он не допустил бы двойников, потому что он сам по себе бессмертен, и любой другой человек, который встает рядом с ним, он укорачивает его значение. Я не думаю, что там должен был появиться двойник, и он, естественно, не появлялся. Что касается холодильника, то это уж совсем, мне кажется, выдумка, потому что было бы достаточно много грызни вокруг этой истории, и, конечно, тут должен был бы появиться человек, который бы взял на себя должность главного похоронщика, и потом из этого стал бы. То есть никто бы не стоял рядом с убитым или с убитым видом, или с откатом в том. Поэтому всё это получилось от того, что русский народ наш великий, он сильно заражён конспирологией. Ему всё время хочется увидеть за внешними событиями, которые он не управляет, какую-то внутреннюю сущность, которую он разгадывает, но он понимает, что она просто имеет какое-то метафизическое значение, причём метафизическое значение не связанное с самой метафизикой, то есть это какая-то странная такая заплетённая косичка. И тогда ему хорошо, потому что он тогда считает, что всё, что происходит на поверхности, это тот брит, который он не должен учитывать. Ему надо разгадать главное. Главное, конечно, связано, естественно, с двойниками, со смертью, с передвижениями каких-то тяжёлых тел в пространстве с лёгкостью воздушного шара и так далее, и так далее, и так далее. Мне кажется, что если наш уважаемый профессор захотел проверить это, он достиг полного результата. Если он захотел прославиться ещё раз, то он тоже достиг результата. Если он хотел выйти на какую-то истину, то эта истина не сработала, хотя, в общем, понятно, что есть большое количество людей, которые к этому готовы с радостью обратиться к этой новости, к этой идее, к этому холодильнику. А на ваш взгляд, ещё можно объяснить такую склонность к теориям заговора в России? Есть какие-то рациональные объяснения этому? Есть, конечно. Я думаю, что это отсутствие политической культуры. Когда нет политической культуры, а это значит, что нету, прежде всего, политического анализа, и у нас главный анализ в жизни – это анализ мочи, а не анализ президентов и премьер-министров. Тогда, соответственно, всё это пролетает мимо со свистом, и остаётся вместо анализа вот такие вот видения. И эти видения, вот они и превращаются в конспирологию. Вообще, конспирология всегда была. Здесь наша страна заторчала на этой конспирологии уже веками торчит, потому что никто никогда не давал населению возможность политически мыслить. Это считалось неправильным царем, не коммунисты, не нынешняя власть, люди беспомощные в этих своих псевдоанализах. Вот. И тогда на этом месте вырастают такие конспирологические вещи, которые, они действительно как вот ядовитые цветы, вот такие какие-то огромные такие борщевики, которые растут. в полях того же Подмосковья. Вот они мощные такие грозы, настоящие, а на самом деле все ядовитое и очень опасное. Можно ли сказать, немножко попытаюсь сыграть словами сейчас, что борщевики выросли, потому что были большевики. Насколько большевики в этом смысле оказались, скажем так, хорошими аграриями? Они поддержали, надо сказать, этот борщевизм. Конечно, во многом. Они сами-то были порождением вот этой физкультуры политического, потому что не надо быть большим ученым, чтобы понять, что коммунизм невозможно, что коммунизм предполагает какое-то совершенство человека. И когда смотришь на это уже с исторического далека, то есть или далёко, как говорят Говы, то есть я имею в виду уже прошло много времени, то понимаешь, что вот этот утопизм и был связан с отсутствием политической культуры. И ещё, конечно, и с антропологической культурой. То есть в общем в России как-то всегда считается, что человек хороший, обстоятельство плохи. Эта фраза Базарова из Черновика потом другими в то выбросил и правильно сделал, потому что Базарова вряд ли бы так сказал. Но я могу сказать вам, что это беда, идущая ещё от московского царства. То есть неумение анализировать, да и вообще какое-то даже презрительное отношение к анализу, как к инструменту, которому ты не умеешь пользоваться, и к инструменту, которому если начинаешь пользоваться, что-то не так встаёт в голове, как тебе бы хотелось. Это вопрос уже, наверное, вот как только задумались о Третьем Риме, вот у нас Третье Рим, это как раз тяга к конспирологии и отсутствие анализа. Это очень трудно будет восстановить в будущем, потому что в принципе если нет анализа, то и честные выборы выглядят абсолютно глупостью, потому что а кто те субъекты, которые и выбирают, и которых выбирают. Опять-таки, если они не включены в анализ ситуации, то они выходят какие-то конспирологические фигуры, как народ, например, это тоже тема конспирологии, или власть. Ну вот взгляд, может ли идти речь о таком искаженном или фрагментарном анализе, потому что возьму в качестве примера ГУЛАГ. В общем, исследователи считают, что большевики, которые потом создавали советское государство, они учитывали слабость царской тюремной системы, что и тот же Сталин, который был в тюрьме, мог покидать, уходить в самоволку и многие другие. И они это учли, когда строили ГУЛАГ, чтобы вот такого мягкого режима там не было. Соответственно, какой-то анализ присутствует, в том числе и в каких-то глубинных слоях, если мы говорим о большевистской революции, и потом попытке построить что-то. Им удалось построить очень страшную, чудовищную по своему масштабу разрушение и уничтожение, в том числе и физическому, и моральному личности, системы. То есть нельзя говорить, что совсем без анализа это все проходит. Ну, дело в том, что для этого не нужен тот самый анализ, о котором мы говорим, политически. Для этого надо просто включить идею своей безопасности, а тема безопасности, она начинает работать сразу после большевистской революции, закрываются газеты, которые опасны для власти, а потом уже открываются тюрьмы бесконечные, и эти тюрьмы, конечно, должны быть строгие, потому что царские тюрьмы это вообще санаторий. Тут я не думаю, что это связано с каким-то прозрением, это связано просто с беспокойством о власти. И поскольку власть изначально была нелегитимна, потому что все-таки у нас был большевистский переворот, а не революция, и эта революция это уже было внедрение чужой челюсти. У нас был переворот, взятие зимнего дворца это абсолютно нормальный государственный переворот. Поэтому они были нелегитимны большевики, и как нелегитимна была всегда безумно жесток, потому что им нечем кроме жесток себя оправдать перед населением. А что касается большевиков, то они тоже в какой-то момент отошли, потому что где-то при Хрущеве лодка перевернулась, то есть раньше служили коммунизму, а потом уже коммунизм служил им номенклатуре, и постепенно уже вот эта лодка перевернутая у Брежнева, особенно с каким-то дедушкой перестройки, то есть все, как вы видите, постепенно возвращается к каким-то нормальным ценностям. Они не какие-то великие, но я помню прекрасно просто в моей жизни как вы знаете промелькнуло много людей близких к высокой власти. Я помню как Брежнев уговаривал своего будущего помощника Александрова, чтобы он пришел к нему помощнику, я тебе даю чайку. Не там что-то еще, а чайка, и вот уже вышли на чайки ездить. То есть это уже идея подкупа, но уже подкупа не связана с идеологией. Это уже это что? Это числа, это самолюбие и так далее. Поэтому в конечном счете, если вот так вот пустить на такой ноте, что мы ничего не делаем, все ужасно, то все равно эта система в какой-то момент будет выстраиваться при детях, при внуках. Вот даже наша система, которая перевернула сейчас огромное количество позиций жизненных. то есть вот где в студии такими загадочными монстрами, то в общем-то возвращение произойдет инцентивно, потому что видим, какой-то существует баланс выживания самой человеческой природы. но это пройдет очень медленно, это все пройдет, а конечно же желательно тут немножко помочь к этому вернуться, но возвращение будет трудно, и очень похмелье, вообще такое похмелье будет страшно. А на взгляд, почему Путину удалось снова качнуть лодку в сторону какой-то непонятной идеологии, убрать из этого уравнения на какое-то время, вот материальный вопрос, у него очень с одной стороны простая, с другой очень сложная, идея возвращения коммунизма вроде как нет, но в то же время тоска по СССР, тоска по СССР сопряжена с личными богатствами, вот такая эклектика там и РПЦ, и олигархи, и прочее, 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 но тем не менее это что-то кажется попыткой некой идеологии, попыткой некой идеологии запустить в массы, и видимо на какой-то момент это сработало, вот почему, как вы думаете? Я не думаю, что идеология сработала вообще, его идеология очень простая, мы лучше всех, вот и все, больше другой идеологии нет, к этому можно прибавить и коммунизм, мы лучше всех в стране коммунизм, мы третий Рим, до этого и так далее, и так далее, и эта идеология в общем-то мы лучше всех три слова, да, эта идеология она покоряет в какой-то степени любой народ, любой народ, все хотят быть лучше всех, но она долго не работает, потому что она ничего особенного не приносит, ничего не приносит, кроме сначала убеждения в том, что ты принадлежишь, принадлежишь каким-то избранникам больше, вот, но эта же идеология, даже мы лучше всех, прежде всего работает на его бессмертие политическое, вот, поэтому, в общем, если брать сущность всех этих высказываний, то, прежде всего, он Россия, а Россия это он, и поэтому без него России не будет, вот, это даже идеологическая идея, это та самая мысль, которая держит его на троне, и с этого трона он никогда не зайдет сам по себе. То есть, это, получается, ему удалось этим экзистенциональным ужасом заразить огромное число людей, потому что не будет меня, не будет России, не будет вас, соответственно, исчезну я, исчезнете вы? Ну, наверное, вы ставите правильно этот вопрос, потому что это отчасти так, но я думаю, не все так, отчасти там начинает работать действительно, если мы берем не его самого такую народную идею, это идея все-таки того, что, ну да, у нас что-то не получается, но все равно лучше всех, мы более духовные, мы самая большая страна в мире, у нас полезные ископаемые, и так далее, и так далее, если так набрать, то, в общем, хватит на то, чтобы этим всем гордиться, и когда приходит человек и говорит, а вот тут нас унижали, тут нас подставляли, тут нас обижали, и хохотали над нами, то говорит, а я вот приду и порядок и мезу, потому что они ублюдки, потому что мы умираем, а они дохнут, это разные вещи, и это работает до сих пор, но все равно здесь есть какой-то момент, что называется, момент истины, когда вот если чуть-чуть перегнуть, если делать большую мобилизацию, если будет еще какие-то вещи, которые действительно взбудоражат, тогда это все сметается, и вот это начинается все по-другому, сейчас баланс он держит, да, он вообще, как мне говорили люди, которые его знали в ранние времена, он вообще такой сообразительный человек. Еще вопрос от наших зрителей, много их в телеграммах, вопросов буду их тоже зачитывать. Виктор Владимирович, спустя какое-то время социологи, историки, психологи дадут свое определение нынешнему состоянию российского социума. А как вы считаете, после Путина в прекрасной России будущего, в кавычках, как надо бороться с проявлением шовинизма, империализма, тягой к сильной руке? Во-первых, спасибо за вопрос, надо сказать, что нам нужна не Россия прекрасного будущего, или будущая прекрасной России, нам нужна нормальная страна, надо сначала к этому вернуться. У нас были какие-то небольшие моменты вот такого просветления и реформистских каких-то преобразований, когда есть на что опереться. Маленькие были моменты, но тем не менее. И когда появляются эти моменты, когда возникает в общем плюрализм или государственный, или по крайней мере общественный, укрепляется, то вы знаете, то в общем можно уже жить и работать. И мы с империализмом вообще всё очень сложно, потому что он надуманный и навязанный, скорее больше национализма и ксенофобия, особенно ксенофобии очень много. Но всё равно в общем и у просвещенных европейских народов тоже много ксенофобии, с этим мы не справимся. Вообще надо прийти к выводу о том, что мы вообще просто несовершенные как люди. И вот этот момент всё время вылетает у нас из-за литературы. У нас считается, что вот просто мы все оккупированы какими-то злодеями, что мы как раз совсем не злодеи. У нас всё хорошо, а вот другие, вот я говорю, человек хорош, нам надо каким-то образом понять, что мы можем, а что мы не можем реально, а не не выдумывая. А если мы будем мечтать о прекрасной России будущего, ну что же, может быть, она когда-то и получится, и сложится, но нельзя же перепрыгнуть, надо сначала просто найти возможность этой стране стать нормальной. Ещё вопрос, можно ли побороть эти явления силовыми методами, запретами идеологии патинизма, чтобы выбить цитаты из головы эту дурь? Ну, конечно, есть разные способы. У нас в истории был Пётр I, он выбивал эту дурь из головы и сам бороды брел и так далее, вот, но у нас вообще-то должен был бы возникнуть Пётр I из Ельцина, но слишком он как-то не удержался на на трезвой голове, и куда-то покатился. А вообще тут это огромная страна, огромное государство, естественно, совершенно, что здесь должен быть человек, всё-таки знающий, как управлять и умеющий применять силу, чтобы эта сила работала не во имя, но вот вот этих всех мелких интересов, как это сейчас, личных и каких-то интересов связанных с, опять-таки, с какой-то каким-то бессмысленным утопизмом, а если бы это всё направить на то, чтобы страну вывести на нормальную, на нормальную позицию, дать ей возможность раскрыться, я думаю, получится, потому что у нас что-то в нас есть действительно много в Европе, ты понимаешь, что в самом деле у нас есть какие-то моменты, которые нас выделяют, вот я прежде всего думаю вот о этом бесконечном воображении, оно и трагично, и когда берёшь политически, но оно для фантазии, для красоты жизни, мышления, оно очень интересно, поэтому в принципе вот поеду куда-то в Сибирь, а все говорят, да что там в Сибири, там все дикие, а вот они не дикие, это неправда, это у каждого человека есть какое-то своё безумное воображение, вот если вот это всё выстроить в плане того, что давайте попробуем не этапизм опять коммунистически проводить, а попробовать всё-таки найти будущее для нас, это было бы интересно, потому что это бы нам увело от какой-то такой вот культуры пираний на подоконнике, на этом мельчанском, от мельчанского счастья что-то бы мы нашли, но для этого надо работать и вместе, и много, и чтобы были разные люди вокруг этого, чтобы всё не сошло в какую-то одну партийность, тогда, наверное, что-то получится, это очень важный вопрос, так что спасибо за него. По поводу власти и реакции на культуру искусства и на слово, потому что судебные приговоры в отношении Жени Берковича, Петричук, их не выпускают из тюрьмы, за спектакль и возможно за стихи есть, такая версия, что наказывают за стихи, объявили Бориса Акунина экстремистом и террористом за его высказывания и за его книги. Ну и можно продолжать этот список. Власть действительно боится слова художественного? Ну, власть хочет сейчас монополии власти. Это совершенно чётко и вообще во время войны, во время любой войны, в общем, прямо скажем, в разных странах не приветствовалось плюрализм мнений. В нашей стране мы такая литератор, центристская страна, что в этой стране в общем литератор играет довольно серьёзную роль. Как вот играют все те люди, которые вы перечислили. Женя Беркович, совершенно замечательный режиссёр, я просто знаю это, что называется из первых рук, потому что она сделала спектакль «Жить с идиотом», у «Серебро-зюковых». Абсолютно гениальный спектакль. Из очень простых, очень чётких элементов сделанных. Ведь гениальность это простота, простота сложных ходов. И она, в общем, для меня это просто совершенно несовместимо какой-то с несовместимо с какой-то жизнью нормальной позиции признавать, что она в чём-то виновата. Ну а там она написала иронические стихи, допустим. Ну вот власть бы пропустила. Мы помним, что власть бесилась ещё при Первой мировой войне, когда много русских интеллигентов поступали против войны. И не только в России. Мы знаем позицию Романа Романа во Франции и так далее, и так далее, или Горького России. Вот. Но вот так, чтобы такие вот сроки клепать, это вообще тяжело. И нас тоже зацепили с Сорокином и с Улицкой. Но как-то, слава Богу, в общем, это всё видимо отложили на какой-то дальнейший срок. Я думаю, всех укатают под асфальт. Ну, то есть это такая целенаправленная политика всем. Да. Всем тем, которые имеют свой собственный мир. Вот. Помните, когда Бычкова выгоняли из театра в Воронеже, там ему написали, что в его мире нет СВО. надо сказать, разумно писали. То есть, значит, взяли, так сказать, и объяснили, чего они хотят. Они хотят, чтобы в мире писателей была такая позиция, которая бы вызывала восторг по отношению к такому явлению, война в Украине. А почему на ваш взгляд начали с Акунина и так сразу радикально экстремизм, терроризм, тяжелейшие статьи? Я думаю, что во-первых, он очень влиятельный писатель, у него тиражи огромнейшие, миллионы, миллионы. Это все-таки какая-то конкуренция. Вот почему они тоже и заволновались по поводу этой вечеринки по уголу, потому что там пришли люди, которые все-таки имеют большое влияние художественное, творческое влияние на народ. И конечно здесь Борис Акунин это очень яркая и серьезная фигура. Ну и потом он действительно выступал очень мощно и радикально. То же самое и Быков. Но мне кажется, что тут надо действовать, как я себя представляю, мужским писателем все-таки писательски. То есть я бы вообще не занимался публицистикой, я говорю, на месте таких популярных писателей, как Акунина, пытался бы покасательно и бы определить, что нас заглужит. Потому что вот смотрите, такой журналистский условно говоря выпад, он заключается в том, что это раз и все мышеловка щелкнула и все закрылось. И здесь, конечно, бы хотелось, чтобы это было с продолжением не уголовным, а мировоззренческим каким-то. Поэтому тут не бы думал, что все-таки стратегия осмысления того, что происходит с нами, она не должна сводиться к публицистике. Никита Михалков, который на стороне власти, он удивляет вас своим поведением, я так сформулирую? Ну, я Никиту с детства знаю, и у нас как-то еще, помню, был такой довольно известный раунд дуэли по телевидению, который неожиданно выиграл его по поводу третьего срока Путина. Из-за чего власть беспокоилась тогда в седьмом году. Тут трудно сказать. Дело в том, что если говорить о природе этой личности, то, конечно, она очень яркая и талантливый человек, безусловно. Другое дело, что это вот такой вот конформизм, такое угодничество по отношению к власти, я бы сказал, семейный, от папы предыдущий, он с одной стороны способствует укреплению националистических чувств, а с другой националистических чувств способствуют укреплению конформизма. Там соединяются две такие половинки, да еще туда добавляется тоже известная, о чем мы сегодня говорили, такая конспирология. вот вот вам и Михалков, если к этому еще добавить его талант. Ну, это все очень трудно анализироваться через 50-100 лет, потому что там Целин, французский писатель, был просто фашистом, а сейчас он считается наравне с простым лучшим писателем Франции. Но Эзера Павловна тоже не отличался либеральными непократительными взглядами. То есть мы попадаем в такую ловушку. С одной стороны, мы творческого человека должны оценивать как всех других, но потом все другие оказываются подлецами мошенниками, а этот вот как Целин вдруг оказывается автором фильмов замечательных или книг или так далее. Это с этим тоже надо считаться. Это просто вот такая человеческая логика. Ну вот если проследить очень схематично такими крупными мазками биографии Михалкова, ведь он начинает один из первых фильмов, в котором он снимается, это «Шагаю по Москве», стихи Шпаликова и песни Шпаликова, это такой дух шестидесятничества. И один из его последних фильмов это «Солнечный удар по Буниному», где есть в том числе вставки «Закаянных дней». И это тоже которая, так скажем, ну если почитать «Секаянные дни», понимаешь, что это очень антисоветская книга, и сейчас Путину она вот к его режиму никак не интегрируется. То есть при этом Никита Михалков, он вот там, где сейчас находится. То есть его тоже как-то носит по этому пространству? Скорит немножко, потому что в общем надо сказать, что в путинизме советской идеологии мало. Там взяты какие-то элементы. Но вот я не думаю, что просто весь Кремль был бы в шоке от окаянных дней Бунина. Наоборот бы сказали, а вот у нас как раз мы этого не хотим, мы это понимаем. Идея классовой борьбы ведь нет. Это одно из самых главных понятий марксизма который употребил Ленин. Ну и так далее. А много чего нету. Просто взяты те вещи, которые связаны прежде всего с какой-то вот такой мечтательностью русского народа в поисках будущего. Это просто мифические какие-то переживания. Что касается шестидесятничества, то тоже оно было явлением очень неоднородным. И в эти годы в общем переплетались и люди, которые потом стали консервативные националистические, люди, которые остались до конца либеральными. Вот. И поэтому тут нельзя сказать, что а кто бы был Михалков сталинистом продолжал быть в шестидесятые годы. Это и невыгодно. Для этого уже просто уже там и и развить это никакого не могло быть. Сталинизм уже зашел просто в гараж, что называется, в туннель. Вот. Поэтому шестидесятничества это был взрыв гораздо более широкий, чем просто либеральный в нем участвовал большое количество людей. Но некоторые сразу, там, как вот в журнале «Молодая гвардия» или в октябре сразу заняли такие позиции, которые отчасти и признавали Сталина, но все равно это не бутылинизм, который был в 52-м году. Это надо просто иметь в виду. Дело в том, что просто мне кажется, что, вы знаете, есть еще такая позиция, что вот вы все либералы, а вот я хочу быть другим. Вот я помню хорошо, что у меня вышла книжка в Любляне, и меня позвали в Италию, там, недалеко, значит, на какой-то ужин писателей, там, этих журналистов и политиков. Ну, вот я приехал, когда большой стол такой, это уже Италия, уже кляшь такой, все, все прекрасно. вот, и они меня, значит, спрашивают, ну, а как вы и что вы, и я говорю, а вы-то что? А они говорят, а мы вот все любим Путина. А я говорю, а как это, почему? Потому что, говорят, они, вот у нас газеты официальные не любят Путина, правительство не любит Путина, ну, не любят Путина, а мы, вот, пикуем, вот, любим Путина. Вот, я говорю, по сути, тогда я вам скажу, вот что, значит, у нас правительство любит Путина, у нас газеты и журнала любят Путина, у нас народ любит Путина, так я, значит, получается, по-вашему, должен его не любить. И вы знаете, когда я это сказал, они вот буквально все открыли рот. То есть, понимаете, вот та система, та система мышления работает, а обратно не работает. То есть, они даже не предполагали, что я вот возьму и так вот скажу. Мне кажется, что с Михалковым тоже есть какая-то вот система мышления, которая вот так вот довольно легко это раскрывает. Ах, вы такие-такие, ну, чья такое-такое. Но если противоставить ему какие-то другие вещи, то тогда вот, то что я ему тогда противо поставил, вот в этой телевизионной передаче, вот и получилось, что он проиграл. Причем, потом его друзья говорят, первый раз в жизни что-то проиграл. тоже надо уметь, видимо, по этому поводу разговаривать. Вот. Ну, а так вот, я еще раз хочу сказать, что есть люди, которые занимаются совсем жуткие, жуткие, такие ужасные позиции, и они потом могут остаться и остаются в истории вообще как прекрасный вот такой вот жесткий парадокс. Можно вспомнить в этом контексте Леония Рефеншталь, которая все-таки ценится как документалист, и несмотря на то, что она, в общем, занималась тем, что оформляла нацистские режимы и делала это очень талантливо. Ну, да, и Зинштейн у нас тоже, в общем, надо сказать, в первых своих фильмах абсолютно был поклонник. Потом это уже Иване Грозным там, конечно, сделал такое, что... Но у него инфаркт там был, потому что там... Ну, это там запретили уже, да, продолжать, но там просто чиновники даже не могли выразить свои отношения, потому что боялись сказать ему, ты что делаешь вообще, мужик. А он, конечно, естественно, совершенно соединил это со Сталином и с репрессиями и показал. Ну, вот видите, человек может тоже меняться, потому что у нас еще вот в России интересное такое явление, что мы всегда думаем, что человек мало меняется. То есть, когда он меняется, он или предатель своего, значит, прежнего состояния, или он какой-то вот дурачок. А вообще свойственно меняться, человеку свойственно меняться, и надо разрешить ему это делать. Желательно, конечно, в хорошую сторону. Вот Эденштейн поменялся, вроде бы, в хорошую сторону. При этом действительно был абсолютно гениальным режиссером, и мы знаем, что его ранние фильмы тоже были гениальны. Но вот когда смотришь вот таким незамыленными глазами Ивана Грозного, конечно, потрясает то, что там все сказано, и одновременно это огромная метафора, которая держит еще все художественное сознание в полном единстве, таланты и воображение. Очень сильная вещь. Вообще у нас много талантливых людей было и в 20-м, и в 19-м, конечно. А сейчас в окружении Кремля, в обойме Кремля есть талантливые деятели культуры? Нет, есть, ну, конечно, у нас слишком слишком бешеные яркие примеры прошлого. Вы знаете, я вот в Берлине делаю передачу «Заговор классиков» о русской литературе 19-го века и хорошо идет она и все. И сейчас вот буквально на дне где лопушки нет, вот тоже. И взял Вересаеву и просто зачитался и вот этим двумя атомами Вересаеву потому что это же поразительно это каждый день у него какая-то голова из романа каждая вообще каждая мысль она что-то рождает. понятно совершенно, что здесь мы отстаем и вокруг его и спутники Пушкины и так далее и так далее 19-й век потом, конечно, Серебряный век потому что 60-нишество было совсем неслабым явлением вот то, что потом у меня был Метрополь как вы знаете это сильная вещь, которую сложили уже такие зрелые 60-ники по сути дела я тут был скорее просто открывателем этого дела на уши явно совершенно не идиологом вот и что же получается получается что сейчас есть писатель но они как бы расползлись по разным углам да конечно время отряд может пересекаться и обсуждать все это весело и интересно но вот вот такой связки как с 60-х года 70-х и даже 80-х конечно этого нет такая разрозненность есть и есть ощущение того что как бы ну вот истина все равно принадлежит мне а если если это не так то я просто возьму и развалюсь прямо на глазах у всех а вот вопрос восприятия действительность потому что заговорила старшая дочь Путина Мария Воронцова она дала интервью она не очень популярна и там случайно совершенно его обнаружили там очень мало просмотров больше она о науке но у нее есть несколько фраз часто тебе она сказала что Россия это человекоцентричная страна в которой человеческая жизнь ценится очень дорого учитывая что ее отец развязал самую кровопролитную войну в Европе со времен Второй мировой войны это звучит опять же сын за отца не отвечает дочь за отца не отвечает но здесь скорее мне интересно действительно существует это разное восприятие действительности она не видит что происходит что человеческая жизнь в России сколько человек уже погибло сотни тысяч россиян не говоря уже про украинцев против которых идет эта война но даже россиян вот здесь на этом уровне человекоцентричная страна вот так она это видит как это работает ну тут мне сложно комментировать человек который в общем который кроме того что она имеет звание дочери собственно ничего такого не имеет чтобы с ней вступать в спор ну мне кажется что это неправда что она никогда не была человекоцентрична она была литературацентрична но это была скорее культурная оппозиция страны к человеку в России всегда относились очень 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 нехорошо вот я искал слово и понял что самое простое слово но самое то есть нехорошо относиться к человеку без всякого уважения другое дело что возникали какие-то такие условно говоря секты и естественно что в интеллигенции были люди которые дружили очень плотно и счастливы и все было хорошо это тоже не будем забывать но это не человеколюбие это уже это уже просто ощущение близости и взглядов и вообще просто тактильных даже переживаний а вот что касается человеколюбие вообще это сложно это сложно ну вот а что касается вот этой что касается этой войны то она же говорит не о том что там есть человеколюбие или не человеколюбие а она говорит просто о том что мы вышли на эту позицию что человек это винтик и что государство важнее и с другой стороны это винтику предложили пойти куда в рай так что видите краю в общем да много таких вкусных и невкусных продукт 2 салата водка которая работает и которые работали в какой-то момент они могут взять и крутой остановиться и не работать вот так что все это как как всегда где все держится на каких-то таких диктаторских полномочиях все это может сломаться неожиданно я даже хотел продолжить мысль условно вот про эту разную россию если ты живешь в условном доме на набережной то ты видишь россию и то что происходит в российской политике несколько иначе если ты живешь в хрущевке там даже не на окраине москвы а где-то в другом региональном городе ну конечно 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 все зависит от того как у тебя была обладаешь информацией и как ты с ней вообще поступаешь прошлом информации отмахнуться как это и делается в россии вот можно и и проанализировать хотя мы уже говорили с анализом у нас в россии сложно вот поэтому конечно дом на набережной это феноменальный дом мне рассказывали можете ошибусь что вообще через этого дома только одна квартира осталась не вычищены то есть там всех убрать всех уничтожить это очень поразительно огромнейший дом на набережные рядом с кремлем и там все все полетели вот это ну там и чемпионы вот по таким вот делам чемпионы а и что касается хрущев бы то тоже конечно вот это вот не это эта тема которая редко развивается у нас это тема того что люди настолько забиты от того что плохо живу денег нету пьют терутся и и когда когда кто-то считает что надо вот эти честные выборы провести что принципе так и надо сделать но честные выборы среди кого и тогда становится страшно потому что ты понимаешь что огромное пласты населения как бы не вы не включены адекватно в такой процесс там не знаю ну там бомжи и криминальные элементы гораздо более серьезно чем бомжи армия пенсионеры тоже или одинокие женщины все сколько их миллионы миллион когда говорят они вот есть люди которые против войны кто эти люди в конце данную думаю что те же самые 15-20 человек 15-20 процентов людей они как раз и является тем адекватным населением которые и их естественно против чего-то маша не адекватный остальные так или иначе они просто не не имеют этой адекватности потому что они вот рождены в эти это еще не самое страшное и эти хрущобы там что были еще коммуналки до этого но все равно эти хрущобы с этим пьянцем здесь с этим с этим нищенство это тоже который не способствует макаре образование вот просто нам надо как только уходить от этих большевистских утопий и и царских тоже не империи сельских вопросов потому что мы к этим утопиям привыкли на посмотреть на того человека и на 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 то население народ который есть совершенно не и обижая никого потому что эти и независимо от от всего и как я говорил и воображении это ты какая-то я ясность такого природного мышления ясность именно мышление не политического вот но если мы не будем анализировать реального человека будем опять придумывать за за него что-то то мы не преодолели ничего просто у нас чит развалится вот сейчас у нас самая большая проблема это то что если мы адекватно не они они оценим меме меме глубину падения или глубину бену того колодца куда все проводились вот то мы не вылезем то есть и страна не будет не буду другая тут очень важно тропологический анализ сейчас становится гораздо более важно чем любой другой и тогда если это произойдет сми увидим того человека которые реальные это группы возможности человеческих то тогда вот мы можем вылезть а если нет то будем так просто сидите разговаривать на пеньке еще вопрос про филиппа киркорова почему на ваш взгляд его несмотря то что он один раз извинился перед песковым потом он извинился перед камерой но все равно его кажется не прощают то есть у него отменяют концерты его вырезают и так далее это какая-то показательная метафорическая казнь чем это можно объяснить мне даже не знаю здесь просто я не знаю логику властью в этом смысле мне кажется они наоборот вот то что его обнял песков идти спросил что там устроили это все-таки свидетельство желание диалога вот это это важный момент то что его наказывают потому что тут видимо он самый главный поскольку он самый узнаваемый и он самый популярный а он присоединился там же 200 человек серьезное серьезное явление было вечеринка все очень серьезно говоря вот и я думаю просто накажешь немножко отстанут такое бывало и я ему желаю все хорошим замечательный певец и я написал он большую работу об этой вечеринке она напечатана в разных странах на разных языках сейчас карьер дали асера тоже печатается на бадан большое это было большой сын я пишу о том что это вечеринка показал гораздо больше чем вот эти протесты на наши оппозиция показала что-то очень и подспудно и очень любопытное чем мы не знали раньше вот и показала кстати и тему эротизма в россии и у меня статья заканчивается и после этого надо признать что наша страна это не только страна путина но и страна ну что ж будем следить за развитием событий мы благодарим вас за то что вы нашли время и вышли в наш эфир спасибо вам за это и с наступившим новым годом всего вам доброго всем вашим слушателям замечательным с новым годом всего доброго до свидания до свидания мы переходим